Англо-голландская нефтегазовая корпорация Shell завершила геологоразведку в побережье Аляски после неудовлетворительных результатов предварительных исследований. В корпорации отметили, результаты исследований в этой части бассейна стали разочаровывающими. Shell прекращает дальнейшую разведку берегов Аляски на период обозримого будущего. В августе сообщалось, что Shell возобновила разрешение на разведку и бурение нефтяных скважин в Чукотском море и море Бафорта на период более чем 20 лет. Компания, по данным СМИ, потратила на разведку в регионе около 7 миллиардов долларов. Россия при освоении Арктики ставит вопросы экологии на первое место, заявил советник президента России и его представитель по вопросам климата Александр Бедрицкий. В интервью ТАСС он отметил, что освоение Арктики будет вестись и уже ведется на новых принципах, в которых заложен приоритет выполнения экологических требований. Бедрицкий подчеркнул, что эта работа ведется при участии экологических организаций, которые в том числе указывают на недостатки и дают свои рекомендации. По словам советника президента, экологи также участвуют в ведущейся России с 2011 года разработке по уборке накопленного в Арктическом регионе мусора. Бедрицкий обратил внимание, что даже на фоне недостатка бюджетных ресурсов в 2014 году на уборку в Арктике было выделено порядка 800 миллионов рублей. Отряд кораблей и судов Северного флота, выполняющий задачи арктического похода, с помощью ледокола «Ямал» преодолеет опасные районы моря Лаптевых. Начальник пресс-службы Северного флота капитан 1-го ранга Вадим Серга сообщил, что суда Северного флота покинули залив Стахановцев в Арктике у острова Котельный и вышли в море Лаптевых в западном направлении. Им предстоит встречу с атомным ледоколом «Ямал». По его словам, маршрут перехода в назначенном районе предполагает встречу судов, выполняющих задачи арктического похода, с атомным ледоколом «Ямал» Госкорпорации «Росатом». Атомоход уже прибыл в заданную точку. В сопровождении ледокола отряд кораблей и судов преодолеет ледовоопасные районы моря Лаптевых, участки пролива Вилькицкого, отделяющего полуостров Таймыр от архипелага «Северная земля» и соединяющего Карское море с морем Лаптевых. В Государственной Думе состоялось заседание рабочей группы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Комитет собрал специалистов из всех арктических регионов. Основным вопросом встречи стал проект федерального закона о государственной поддержке лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни. На заседании было предложено внести в законопроект пока отсутствующее понятие «кочевой детский сад». По мнению разработчиков, это позволит получить дополнительное финансирование на строительство садов и закупку необходимого оборудования для образовательного процесса. Помимо этого, ямальские специалисты предложили разработать дополнение к закону в виде концепции развития северного оленеводства на период до 2020 года. Как сообщает Пресс-служба администрации Салихарда, этот документ послужит импульсом к экономическому объединению регионов, занимающихся разведением оленей, а также даст возможность местным властям сосредоточить финансовые усилия на определенных направлениях рыночной специализации. Это, в свою очередь, приведет к эффективному разделению труда между регионами на благо всей отрасли оленеводства. Также концепция предполагает создание единого оператора по экспорту оленей продукции. Такой подход по мнению специалистов поможет самому оленеводу миновать посредников, рассчитать прибыль, а значит сделать доход своей семьи стабильным. Исполнительный директор Союза Оленеводов России Тимур Акчурин отметил, что именно стабильность является основой для сохранения традиционного образа жизни. Мы должны на перспективу видеть, куда и каким путем идти в развитии экономики традиционных хозяйств. И самое главное, мы должны приложить все усилия для роста экономического потенциала оленеводства арктических регионов. В целом, члены рабочей группы проголосовали за принятие общей концепции законопроекта с необходимостью доработки и дальнейшего обсуждения документа. Китайская яхта Циндао, установившая рекорд скорости прохождения Севморпути под парусом, завершила путешествие в восточно-китайском порту Циндао. В середине сентября яхтсмены установили мировой рекорд. Экспедиция пересекла российскую Арктику, пройдя через Севморпуть под парусом за 12 дней. Рекорд был официально зарегистрирован в бухте Проведения. В настоящее время идет подготовка документов для заявления его в Книгу рекордов Гиннеса. Напомним, парусный тримаран Циндао Китай вышел из порта Мурманска 3 сентября. Весь путь от Мурманска до Циндао занял 24 дня. Экипаж тримарана состоит из шести человек – командир корабля, руководитель экспедиционного центра РГО в Крыму Сергей Низовцев, шкипер, известный китайский яхтсмен Го Чуан, матросы Йохан Херман и Борис Йоханес из Германии, матросы Армель Трипан и Квентин Марижан из Франции. Гидрографическое судно «Синеж» успешно завершило арктические исследования. Его путь пролетал через Баренцево и Карское моря. Специалисты провели научные изыскания на островах архипелагов земля Франца Иосифа и Новая Земля и совершили ряд географических открытий. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Северного флота Вадим Сергам. Плавание проходило в сложных арктических условиях при наличии дрейфующих льдин и айсбергов. Поход начался 18 августа. Моряки прошли 5,3 тысячи морских миль и выполнили более 5 тысяч километров маршрутного промера и съемок рельефа дна. В ходе исследований участники экспедиции провели научные изыскания на самом северном российском острове – острове Рудольфе. Кроме того, гидрографы совершили несколько научных открытий на архипелаге Новая Земля, сообщил начальник гидрографической службы Северного флота Игорь Наумов. Он рассказал, что гидрографы обследовали участки, ранее скрытые ледником. Ему удалось обнаружить маленький остров, образование нескольких новых мысов, а также зафиксировать с точной географической привязкой ранее открытый остров Рожкова и мыс Кругосветка. Новый остров предположительно получит имя Сенеж. Специалисты уточнили координаты точек, определяющих географическое положение исходных линий для отсчета ширины территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане. Отныне исследования малоизученных акваторий земли Франца Иосифа планируется проводить на постоянной основе, добавил представитель Северного флота. Первая партия снегоходов, предназначенных для работы в Арктике, поступила на вооружение в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Новейшие армейские снегоходы, снегоход А-1, предназначены для проведения разведывательных операций, в том числе в высоких широтах. Об этом сообщил представитель Управления пресс-службы и информации Министерства обороны России по воздушно-десантным войскам Евгений Мешков. Он рассказал, что снегоходы пригодятся десантникам при проведении разведывательных и дозорных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций в различных условиях и широтах, в том числе в Арктике. До недавнего времени единственным индивидуальным транспортным средством рязанских курсантов-десантников были мотовездеходы-квадроциклы. В Маймаксе готовятся к океанскому походу два бывших транспортно-буксирных судна проекта В-92-2, ранее построенных в Польше и работавших на трест Арктик-Морнефтегазразведка. В 2015 году военно-морские силы Аргентины выкупили четыре таких судна, два из которых находятся на территории Архангельского порта. Они обошлись бюджету Аргентины, включая подготовку их к перегонке к Новым берегам в 11 миллионов долларов. Все четыре буксира получили новые названия в честь аргентинских наименований различных объектов Фолклендских островов, подчеркивая аргентинские притязания на этот архипелаг. Как ожидается, корабли прибудут к новому месту базирования в последнем квартале 2015 года. На океанском переходе их экипажи будут состоять из 25-30 моряков. Сюда войдут также от трех до пяти флотских специалистов из России. Военно-морские силы Аргентины будут использовать новые суда в южных морях и у берегов Антарктиды. Пример о кинотрилогии «Русский архипелаг» прошла на фестивале духовно-нравственного и семейного кино «Святой Владимир в Крыму». Режиссером картины про новую землю выступил главный редактор агентства православия на северной земле Александр Суханов. Главным оператором известный архангельский журналист и фотохудожник Григорий Чухин. Фестиваль «Святой Владимир» собрал в Крыму авторов игрового и документального кино из разных регионов России и Украины. В конкурсной программе фестиваля 30 работ духовно-нравственной тематики. Сотрудники Института исследования моря заметили 17 особей синих китов в Баренцевом море в районе Свальбард. Животные вернулись в регион после столетнего отсутствия. О подобных встречах гигантских китообразных сообщали этим летом корабли береговой охраны и даже круизные лайнеры. В частности, береговая охрана на судне «Нордкап», следуя на юг от Лонгербайен, заметила несколько огромных китов в Исфьорден и, по существующим правилам, сделала сообщение в Институт исследования моря. Помощник капитана-старожевика Джонни Роалдсен рассказал, что мореходы встречают все больше огромных китов, а также полосатиков и горбатых китов. Норвежский ученый утверждает, что в этих акваториях синих китов не встречали около 100 лет. Большая группа особей, обитающих здесь в течение всего летнего сезона, очень обнадеживающая новость. Положительную оценку роста численности синих китов дала и старший исследователь Норвежского полярного института Кит Ковач. За 20 лет ее работы этих животных в Баренцевом море она не встречала ни разу.